Приветствую всех на канале Аскорпион ТВ. Сегодня познавательное видео по тематике фалеристика и речь пойдет о медали за взятие вены. У меня есть уже полный обзор по данной награде, но тут один момент. Речь будет касаться исключительно стоимости данной награды на данный момент. Вот этот обзор, я его отдельно вывел на отдельную вкладку, как раз на том моменте, где я озвучиваю стоимость. ...не сказаться на ее стоимости. На сегодняшний день стоимость награды в таком сохране, а я еще раз хочу обратить ваше внимание на состояние шагрений, она практически не ношена, и состояние позолоты. Обратите внимание, без каких-либо механических повреждений, то цена такой награды стартует от 50 долларов и выше. То есть, я действительно озвучил стоимость 50 долларов и выше. Но обращу ваше внимание, что данному обзору уже более года. Так вот, все знают, что я комментирую те комментарии, которые мне оставляют. И вот буквально сегодня прилетел такой комментарий, обратите внимание, это на видео, медаль за взятие вены. Я его процитирую. Так, скажем, я обычно спокойно отношусь к данным комментариям, но здесь, в общем-то, решил все-таки разобраться. Но кто из нас таки прохиндей? Итак, по ресурсу Виолити можно, скажем так, проследить актуальную стоимость на данный момент. Я уже много раз, скажем, показывал, как это делается. Ну вот, смотрите. Значит, актуальные, то есть, это результаты продаж данной медали. То есть, речь идет о медали за взятие вены. Ну и самый первый лот, это последняя продажа. Это вот 22 сентября. И так далее, вниз, 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 более старые, скажем, продажи. Ну, вы видите, 1457, ну это медаль, скажем так, в уставшем состоянии. Медаль за взятие вены, люкс, 1851 гривна. А я хочу сказать, что на сегодняшний день по курсу доллара, значит, если взять курс условный, там, 41,5 гривны за доллар, то где-то 2100, я округляю, там, 2075, правильно сказать, ну, 2100, это 50 долларов. То есть, все, что ниже, чем 2100, это меньше 50 долларов, ну и, соответственно, наоборот. Итак, 1851 гривна, да? А вот, это здесь две ставки было, я так понимаю, просто 1850 гривен была цена продавца. Ну, кто-то перебил на одну гривну. А вот, 2180, да, то здесь, значит, сточенное ухо, разновидность, условная колодка. Ну, допустим, да, чуть-чуть больше, чем, значит, 50 долларов, ну, 51 доллар, да? А вот, но пока мы не видим продажи больше, да, вот, здесь вот, кстати, значит, здесь аукцион был за взятие Вены 2052 гривны. То есть, те пресловутые 50 долларов. Я буквально, скажем так, специально выделил вот этот лот, чтобы просто показать вам состояние. Да, видите, 16 ставок за этот лот боролись и, в общем-то, поставили, значит, итоговая продажа 2052 гривны. Ну, то есть, пресловутые те же 50 долларов. Видите, состояние медали, оно примерно, скажем так, схоже с состоянием моей медали. Ну, тут, скажем так, есть особенностью моя двуслойная колодка. Двуслойная колодка, а здесь однослойная алюминиевая. А вот, ну и, как видите, собственно говоря, особых таких продаж серьезных не было. Это, кстати, продажа за 3 сентября. Ну, далее 1 сентября, вот 2 сентября, здесь 25 августа, 9 августа. Вот, кстати, медаль тоже достаточно, скажем, неплохая по состоянию. 1653 гривны. То есть, это порядка 40 долларов там плюс-минус. То есть, понимаете, нету там даже там 60-70 долларов за эту медаль. Вот, ну и так, чтобы просто развеять все сомнения, вот вам еще один лот, актуальный. Здесь функция купить сейчас за 2100 гривен. То есть, это 51,5 доллара. Можете, пожалуйста, прям заходить сейчас и покупать. Ну, то есть, видите, состояние медали вы видите, да. Вот, здесь есть некоторые механические повреждения, но это цена самого продавца. А вот, здесь даже есть функция предложить ему цену меньше. Ну, то есть, видите, очередь здесь особо не стоит. А так, чтобы совсем развеять все сомнения относительно стоимости, вот я сделал выборку по актуальным лотам на данный момент. И видите, вот медаль. Значит, здесь есть паяна уха, я так понимаю, может, ремонт на 1450 гривен. 1500, 1720 и прям 730 купить сейчас. То есть, это даже не 2000, то есть, это не 50 долларов. Это там в пределах 40 долларов. Вот так вот. Ну, то есть, видите, да. 1790, 1800, пожалуйста, берите, покупайте. Медаль вот довольно-таки неплохая. Правда, нужно заменить ленту. Но лента стоит в пределах 50 гривен, плюс-минус, как говорится. То есть, понимаете, да. Вот. Ну и, в общем-то, тут хочу еще раз вернуться к моему обзору. Ну и попросить вас оставить комментарий относительно в целом о ценообразовании на фаллиристику с СССР. А также, допустим, в целом, то есть, конкретно по этой медали, как вы думаете, дороже, дешево. А вот, в принципе, что вы думаете по данному комментарию. Ну и скажите, кто, в конце концов, про хиндей. Вот. Потому что, ну, несколько, скажем так, затрагивает мою самолюбие. Все-таки все знают прекрасно, что я всегда говорю актуальные стоимости. При этом даже не обращая внимания на то, что этому обзору уже год с лишним. Так что, жду ваших комментариев. Обязательно поддержите лайк, кому понравилось. Отдельное спасибо всем за поддержку канала. Всего доброго. До свидания. До новых встреч.